Всем тыквенный привет, с вами Дрим. Ну что ж, наступил 18 сезон, с чем я вас поздравляю, ребятки. Ну и как вы понимаете, вместе с обновлением у нас появились свежие утечки. Но если быть точнее, мы с вами рассмотрим содержимое следующих двух премиум кейсов, именно юбилейных, да? А также ящика удачи с улучшаемым скином на М24. В общем, много интересного, обязательно смотрите до конца. Также хочу сказать всем огромное спасибо за вашу подписку, так как именно благодаря вам мы медленно, но уверенно движемся к цифре в 300 тысяч бойцов до начала лета. Всем спасибо, ну а мы переходим к самому видосу. И для начала давайте рассмотрим первый премиум кейс, который нас ожидает после нынешнего пользовательского кейса, ребятки. Там у нас будут 4 мифика, то есть 2 мифических сета. И у нас будет головной убор, который выглядит как колонка, новая JBL колонка. Там даже есть возможность переключать музыку, как вы видите, ребятки. И, конечно же, к нему, к этому головному убору у нас идет костюмчик. И вместе с костюмчиком, конечно же, у нас есть новая эмоция. И эмоция, если честно, выглядит очень круто, ребятки. Костюм я уже говорил, что костюм, ну, слишком он кислотный и прям, ну, слишком такой юбилейный, давайте так скажем. Да и плюс к этому, как вы видите, здесь анимация только у головного убора. Костюмчик средненький, ну, если честно, мне он не зашел, JBL колоночка, а вот эмоция очень даже зашла. Но не забываем, что здесь есть еще один мифический сет. Он уже подходит, конечно же, для мужского персонажа, как вы понимаете. У нас уже разрабы давно такую тематику делают, да, мужской и женский. Ну и, в принципе, давайте посмотрим, как будет выглядеть мужской костюмчик, ребятки. Головной убор, сразу же говорю, мимо. Головной убор вообще не фонтан, это какое-то ведерко. Я даже не знаю, как описать это, ребятки, но он мне вообще не понравился. Да и костюмчик мужской тоже не фонтан. Здесь тоже кислотные цвета, здесь тоже непонятные какие-то у нас текстурки. В общем, я уже говорил, в принципе, когда появились только сами скинчики, что это вообще не фонтан, это вообще не то. В принципе, прямо сейчас вы видите, как это будет выглядеть. Эмоция тоже, кстати, уступает намного именно женскому костюму, да, у которого там эмоция прикольная. Там есть еще дополнительные именно какие-то салютики в конце, сердечко она показывает. А здесь как бы, ну, вот такое, ребят. Не знаю, напишите свое мнение в комментариях, свое субъективное мнение никому навязывать не буду. Но мне мифические сеты отсюда, к сожалению, не зашли. Зашла только эмоция вот женского костюма, не более, ребятки. Но, помимо этого, у нас будет еще дополнительно скинчик на 416-ю. И это прям полностью измененный скинчик, ребятки, текстурный, то, что я люблю. Выглядит он неплохо, очень даже неплохо, я вам скажу. И если он упадет именно как легендарка гарантированная, это будет прям супер круто, потому что, ну, выглядит эта эмочка прям очень годно. Вы видите, сколько здесь измененных текстур, а вы знаете, что я люблю именно текстурные скины. Рюкзачок тоже в таких кислотных цветах, но, чтобы вы понимали, на втором уровне это просто мусорное ведро. Мусорное ведро, ребятки. А на первом уровне это, я не знаю, вот скворечник какой-то. В общем, очень странное ощущение, если честно. Я не знаю, как комментировать, но мне он не зашел. Вообще не понравился этот рюкзачок. Скин на шлем, кстати, разрисован годно. То есть, вот этот рисунок прикольный, как будто джинсы, да. Но жаль, что нету никаких дополнительных текстур, да, как я люблю. Также у нас будет скинчик на мотоцикл, ребятки. Вот он. Я, кстати, говорил, что это прикольный скинчик. Я думал, что он вообще будет у нас в ящике с каким-то улучшаемым скином, да. Но оказалось, что он все-таки будет у нас в премиум кейсе. И теперь боль большинства, ребятки. Хаешка с киллчатом. Хаешка с киллчатом в премиум кейсе. Многие бомбили, когда я показывал раннюю утечку данного премиум кейса. Но еще бомбили из-за другого сета, который будет в следующем премиум кейсе. Который мы с вами прямо сейчас рассмотрим. Потому что уже эти скинчики, в принципе, не интересны. Тут весюлька, граната и так далее. Окей, смотрим трейлер следующего премиум кейса. Ну, а потом разберем его содержимое. Хе-хе-хе-хе. Вот такой вот трейлер, ребятки. Второго юбилейного премиум кейса. Такой шутливого характера был у нас трейлер, ребятки. Ну, а теперь давайте рассмотрим все-таки содержимое второго премиум кейса. Там у нас будут снова же два мифических сета. У одного будет вот такая вот эмоция. Ускоренная. А у второго мифического сета будет именно замедленная эмоция. И она очень крутая. Сейчас мы с вами ее рассмотрим. По поводу костюма, я, в принципе, говорил, что это какой-то улучшенный Пауэр Рейнджер, да? То, что у нас было именно в Роял Пасах, если вы помните, ребятки. Выглядит, ну, получше, чем первый премиум кейс, который мы с вами рассмотрели. Намного лучше, если честно. Костюм, я имею в виду, да? Нет этих кислотных цветов. И, в принципе, это уже хорошо. Эмоция тоже оригинальная и прикольная. В принципе, здесь годно. Годно. И сразу же предлагаю рассмотреть второй костюмчик, у которого будет вот такой вот прикольный головной убор. Какая-то рептилия, да? Вы видите, именно такая у нас кибернетическая. И, ребятки, костюмчик, костюмчик. Сейчас у него вы увидите эмоцию. Это очень годно. Мне эмоция очень сильно понравилась. Просто посмотрите на это. Согласитесь, ребятки, выглядит просто эпично. Я бы себе в коллекцию очень сильно хотел бы такую эмоцию. Плюс к этому есть даже вот эта вот красная ленточка, да? Которая он будто бы перебегает. Ну, в общем, годный костюмчик. Но эмоция это просто пушка. Мне она очень сильно зашла. Очень понравилась. Да, в принципе, и сам сет очень годный. Вот такая вот рептилия. Видите, даже хвостик есть у нее. Выглядит тоже прикольно. Жаль, что нету каких-то дополнительных текстур, да? Таких анимированных. Потому что выглядело бы намного лучше. Но, повторюсь еще раз. Если, в принципе, сравнивать с первым премиум кейсом, второй премиум кейс намного лучше, ребятки. Здесь костюмчики намного лучше. Окей, ладно. С мифическими сетами разобрались. Дальше у нас идет скинчик на СКС-ку. Снова же какой-то такой кибернетический, да, скинчик. Кстати, похоже на скины, которые на китайской версии. Там на пулемет, на калаш. Я показывал себя в телеграм-канале. Если вдруг не подписаны, ребятки, переходите. Там много годной информации, которая до Ютуба не доходит. Также у нас будет шлем. Шлем прикольный. Шлем мне понравился. Особенно вот эти вот металлические шипы. Выглядит очень круто, ребятки. Все-таки я уже миллион раз говорил, что мне нравятся именно скины текстурные, да, а не просто какая-то наклеечка. И, в принципе, далее мы видим такой же скинчик, ребятки. Именно текстурный, да, на рюкзачок, который тоже выглядит прикольно. То есть это не просто как скин на рюкзак, который будет у нас в 18-м Роял Пассе, да. Кто не смотрел видосик, обязательно посмотрите. Я вчера выкладывал. А это именно проработанный скинчик, с которым, конечно же, не стыдно погонять. Скинчик на сковородку. Вот такой вот сет нас ожидает еще в легендарках, ребятки, да. Скинчик на юмпик, крабик. Вот такие вот штанишки. И то, что многих выбесило, то, что многим не понравилось, ребятки, это, конечно же, вот этот вот сетик, да, который многие получали там за ЮЦшки. А сейчас его можно будет выбить из премиум-кейса. Ладно, с премиум-кейсами разобрались, ребятки. Теперь переходим к ящику удачи, где можно будет себе выбить улучшаемый скинчик на М24. И, кстати, я думал именно, что с этим скинчиком будет тот мотоцикл, да, который будет у нас в премиум-кейсе. Потому что, ну, посмотрите сами на цветовую гамму. Очень даже похоже. Будет у нас вот такой вот скинчик на М24. Мы, в принципе, его уже ранее с вами рассматривали. Киллчат у него средненький. И, в принципе, на максимальном уровне прокачивания выглядит он как магнитофон с колонкой. В принципе, юбилейная тематика. Разрабы везде пихают эти динамики, колонки. Простой пример, это тот же самый костюм из этого кейса. Просто посмотрите на спину данного костюма и делайте выводы. Выглядит он неплохо, костюмчик сам. Но все же средненький, согласитесь. Также нам заведут снова же скин на Тук-Тук. Я попытаюсь его отсюда забрать. Потому что вот скина на Тук-Тук у меня нет, ребятки. Он, в принципе, ранее был в кейсе с берильчиком. В принципе, как и рюкзачок вот этот, да. В принципе, вы видите цифру 2. Это выходило у нас еще в прошлый юбилей. Такой кейсик, где можно было выбить себе вот эти скины. А сейчас их снова же завезут. Вот такой вот сет. Скинчик на сковородочку розовенький, который тоже был у нас. Два демона тут. Ну и, в принципе, материальчики. Конечно же, то, что всех интересует в таких кейсах. И меня тоже. В принципе, давайте быстренько рассмотрим данный скинец. Я уже говорил, на первом уровне он выглядит вообще ни о чем, ребятки. Даже колонка вот эта какая-то пошарпанная. Но, в принципе, само собой, нужно улучшать. Килл эффект прикольненький. Килл эффект прикольненький. Вот эти музыкальные ноты дополняют очень даже неплохо. Килл эффект. Дальше у нас идет средняя форма, да, улучшенная. Килл чат. Я уже говорил, что не фонтан. Ну и вот последняя форма, ребятки. Просто магнитофон с колонкой. Больше ничего сказать не могу про этот скинчик. Поэтому мы идем дальше, ребятки. А дальше мы с вами рассмотрим снова же кейс, где можно будет себе выбить улучшаемый скинчик на грозу. Мы с вами уже рассматривали данный скинчик. Ну а сейчас давайте рассмотрим содержимое, да, данного кейса. То есть, откуда можно будет выбить этот скин на грозу. Кстати, я говорил, что это самый странный скин на грозу, потому что он меняет свою цветовую гамму на каждом уровне. В принципе, сейчас мы это с вами рассмотрим. Окей, по поводу костюма, да, который будет у нас в этом кейсе. Он выглядит, в принципе, неплохо, сам костюмчик. Но вот головной убор и вот эта маска, не знаю, не знаю, ребят. Мне очень сильно напоминает награду за сотый уровень, да, который у нас будет в 18-м Роял Пассе. Я имею ввиду вот головной убор, который прям, ну, копия того, что у нас будет в 18-м РП, просто другого цвета. Также у нас будет еще вот такой вот сетик в этом кейсе. Ну и снова же будут у нас материальчики. Давайте быстро рассмотрим саму грозу, как она будет выглядеть, да, на каждом уровне прокачивания. И на этом, в принципе, все. В общем, на первом уровне вот так вот будет выглядеть у нас скинчик на грозу. На втором уровне у нас килл эффект. Очень сильно похоже на то, что у нас на М24, но здесь даже нот нету. И поэтому, ну, такое себе, такое себе. Третий уровень у нас уже гроза была коричневая, а стала розовенькая, да, вот с такими вот у нас сердечками. В принципе, я уже говорил, что это очень странно, да. Дальше у нас идет с вами, ребятки, киллчат. И киллчат тоже средненький, там у нас есть вот такое вот сердечко, да, и, в принципе, на этом все. Ну и барабанная дробь, финальная форма, которую вы уже видели, ребятки, будет выглядеть вот таким вот образом. И поэтому я повторюсь, это максимально странный скинчик на оружие, который на разных уровнях, в разных расцветках. Окей, на этом, в принципе, ребятки, видос заканчивается. Обязательно пишите в комментариях, который из двух премиум кейсов вам понравился больше и который из них вы будете открывать 100%. Также по ссылкам в описании подписывайтесь на телеграм-канал, на инстаграм, потому что там утечки появляются намного быстрее, ребятки, именно без обработки. Так что скучно вам точно не будет. На этом все, с вами был Dream, всем топ-1.